Родители не должны хоронить своих детей. К сожалению, очень часто случается иначе. Не удалось избежать такой печальной участи и многим отечественным актерам. Сегодня я хочу поговорить об актерах, чьи дети ушли из жизни. Советский и российский актер театра, кино и дубляжа Владимир Алексеевич Конкин, известный огромному числу зрителей по кинопроектам «В круге первом», «Сармат», оперативный псевдоним, «Черный океан», «Апелляция», «Отцы и дети». Место встречи изменить нельзя. Как закалялась сталь и другим фильмом потерял дочь Софию. Это случилось совсем недавно, 24 сентября 2020 года. Девушке было 32 года. Обстоятельства смерти дочери Владимира Конкина еще до конца не выяснены. Ведется следствие. Известно лишь то, что она утонула в бассейне. Советский и российский актер, певец, музыкант и педагог Дмитрий Анатольевич Певцов, известный многим по ролям в кинолентах по прозвищу «Зверь», «Прогулка по ишафоту», «Мафия бессмертна», «Тонкая штучка», «Бандитский Петербург» и другим проектом, потерял сына Даниила. Даниил Певцов также был актером. Он успел сняться в трех кинолентах. В одной из них начинающий актер исполнил главную роль. Даниил Певцов ушел из жизни 3 сентября 2012 года. Ему было 22 года. Причиной его смерти стало падение с высоты. Советский и российский актер, театральный режиссер, поэт и писатель Валентин Иосифович Гафт, снявшийся в десятках известных фильмов, например, «17 мгновений весны», «Гараж», «Гонки по вертикали», «Чародеи», «Небеса обетованные», «Мастера Маргарита» и «Сирота Казанская» потерял дочь Ольгу. Девушка свела счеты с жизнью, предположительно, 24 августа 2002 года. Ей было всего 29 лет. Актриса театра, кино, озвучивания, телеведущая и общественный деятель Ирина Владимировна Безрукова, известная многим поклонникам отечественного кинематографа по лентам «Реальная сказка», «Полный контакт», «Есенин», «Участок» и другим проектам потеряла своего сына Андрея. Причина смерти сына Ирины Безруковой достоверно неизвестна. В интернете можно встретить самые разные версии случившегося, начиная от несчастного случая и заканчивая острой сердечной недостаточностью. Андрею было 25 лет. Польская актриса театра и кино Барбара Брыльска, известная в республиках бывшего СССР по роли Наде Шевелевой, главной героиней фильма Ильдара Рязанова «Ирония судьбы или с легким паром», потеряла дочь, которая была названа в честь матери. Девушка ушла из жизни в 1993 году. Ей было всего 20 лет. Причиной смерти девушки стало ДТП. Пережить смерть своих детей – это большое горе. После таких событий многие не могут прийти в себя годами, а то и до конца жизни. Наверняка в душе всех перечисленных людей таится боль утраты. А мы – зрители, порой даже не подозреваем об этом, смотря фильмы, в которых снялись эти замечательные актеры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова